Здравствуйте! Вы смотрите программу Медпросвет. С вами Кристина Харатова и в гостях у меня сегодня Александр Давыденков, заместитель главного врача мурманского онкологического диспансера, а также главный внештатный онколог Минздрава Мурманской области. Здравствуйте! Добрый день! Александр Владимирович, давайте сегодня поговорим на тему одного из самых опасных заболеваний в принципе во всем мире это рак. Все люди его боятся, но не все понимают, что же это за болезнь такая. Вот объясните пожалуйста, что такое рак и и что такое онкология? Это все-таки одно и то же или это различные болезни? Ну, я бы сказал, что мы сегодня рассматриваем злокачественное новообразование. Рак это одна из составляющих. Это заболевание онкологическое, но развивается с эпителиальных структур. У нас есть другие заболевания онкологические. Это и может быть крови, лейкозы, это может быть и заболевания кожи, с меланоцитов, так называемая меланома. То есть это такое объединяющее понятие. Но все почему-то говорят на сегодняшний момент, что рак. Да, это чума будем говорить 21 и 20 века. Почему она опасна? Потому что до сих пор точно никто не знает этиологии, то есть причины развития этого заболевания. Мы диагностируем, когда видим, что изменения на клеточном уровне происходят и начинаем тогда уже лечение. Либо есть элементы профилактики этого заболевания. Все-таки онкология. Вы сказали, что до сих пор толком непонятно, откуда она берется. Но, насколько мы знаем, это все-таки может быть и наследственным заболеванием. Расскажите, как оно, скажем так, это заболевание можно выявить? На что человеку нужно обратить внимание, чтобы обратиться к врачу-онкологу? Заболевание злокачественное образование – это полиэтиологичное. Факторы различные могут влиять. Это может быть, так говорить, наше питание. Это окружающая среда, воздух, вода и другие поражающие элементы. Это производственные факторы вредности. Мы, которые можем позволить себе в виде курения, алкоголя, это тоже влияет на определенное изменение клеточного генома. Наиболее сейчас теория развития рака – это все-таки шибко в ядре на уровне генной мутации. И после этого, когда клетка изменяется, она приобретает признаки бессмертия. То есть она может мигрировать по всему организму, встраиваться в любую клеточную структуру любого органа и начинает размножаться. Вот это и является причиной развития онкологического процесса. Вы сказали насчет наследственного рака. Давайте этот вопрос разберем. Я очень часто в интервью говорю, но здесь нужно рассматривать почти тождественские два слова. Слово – это семейный рак и наследственный рак. Все путают, и не все даже онкологи понимают, в чем эта разница. Семейный рак – это, например, семья живет в определенном социуме, в определенной широте, в определенном климате, окружает их определенные факторы. Это имеет хобби, катается там на лыжах, вернее, ходит на лыжах, катается там на ватрушках, кто-то ходит по поясу галену, кто-то это. Вот это, если в этой популяции возникает рак или злокачественное образование, будем более широко брать, это семейный. Наследственный рак – это прямых родственников. Например, бабушка, сестра, дочь, мама, и он развивается не так часто, как об этом все принято говорят. Всего 2-5%, в основном 2%. К счастью, на сегодняшний момент вот с этой патологией, чтобы выявить, есть определенные тесты, которые разработаны. БРК-1 и БРК-2. Если имеется уже изменение генома клетки за счет вот этих генных мутаций, мы можем ожидать, что более вероятно в этой популяции может быть рак молочной железы, рак поджелудочной железы, рак шейки матки, рак яичников и рак легкого. То есть вот именно теперь понятно слово «семейный рак» и «наследственный рак». Как часто, с какого возраста и к какому врачу нужно… Ну, понятно, что мы разговариваем с онкологом, и в принципе уже ясно, что к онкологу обращаться, но как людям, так сказать, обезопасить себя и у кого наблюдаться, чтобы, не дай бог, если появился рак, то вовремя выявить и вылечить. Ну, я уже еще раз подчеркну, что есть программа и последние министерские приказы уже за нас, все это продумано. Нужно только иметь онконосторожность и желание уделить внимание своему здоровью. Пройти диспансеризацию. Во всех поликлиниках, где я посещал в ЛПУ области, прекрасно есть информация около регистратуры, с какого года, куда направиться, что при этом нужно делать, какие анализы сдать. Все расписано, все это есть. Онконосторожность к тому же должна быть и у врачей, которые проводят первичный осмотр, у врачей первичного контакта, но это уже наша задача онкологов, и мы их периодически созываем, проводим конференции, проводим обучающие семинары, рассказываем, какие ранние признаки. Ну, здесь есть доля уже ответственности врачей первичного звена. Я бы хотел еще немножко добавить, вот, сейчас очень наступает сезон, когда заканчивалась полярная ночь, и все будут бегать на лыжах, особенно вижу, когда бронзовая фигура по поясу обнаженная бежит на лыжах, а потом самое страшное может быть заболевание – это меланома. Сейчас самые последние, и попробовали мы уже связаться с Приволжском академии, разработана госплатформа про родинки, можно ее спокойно найти, любой адаптер, любой хорошая разрешающая способность, телефон сфотографирует эту родинку, послать и вам уже скажет, опасна ли она в плане меланома или нет, и будут там советы. То есть, будем так говорить, что это интеллект уже будет отвечать. Мы можем за счет этого охватить очень большой круг населения. Ничего в этом сложного нет. Я лично сам три дня назад прошел этот тест, там быстро все это делается, вот, сказали, что к чему, и дальше уже можно по этапам, по рекомендациям. То есть, на сегодняшний момент не только глаза, не только уши, не только пальпации, не только инструментальные методы исследования направлены все на выявление, но и последнее достижение как раз IT-технологий, то есть искусственный интеллект. Это не только для кожи это используется, и для исследованной шейки матки это используется, и для молочной железы, так называемой маммограммы, то есть снимки молочных желез, ну и другие локализации тоже подвержены обработке IT-технологий. Слушайте, вот сейчас для меня это было открытием. То есть можно просто зайти на сайт и проверить свои родинки, правильно? Да, да, да. Про родинки? Про родинки он называется. Слушайте, ну это довольно удобно, и мне кажется, будет большим спросом пользоваться. Для этого сейчас не только для именно кожи. Вот, он и раньше был разработан, этот тест, и специальная аппаратура есть, когда можно сфотографировать все тело, то есть получить альбом образования кожи, и в последующем раз в год его сверять, делать обследование, но это пропускная способность не столь высока. Вот смотрите, то есть если я пройду этот тест на сайте, и вдруг, не дай бог, окажется, что у меня есть какая-то опасная родинка, я могу с этим заключением, да, как скрин сделать с экрана, или что, и идти к врачу сказать? Да, да. Вы идете к врачу, к своему терапевту, либо участковому, либо семейному врачу, и дальше есть четкая маршрутизация пациенту области, она рассчитана с онкологическими заболеваниями. Далее вас направят жителей города Мурманска, еще раз подчеркиваю, жителей города Мурманска направит в САОП, Центр амбулаторной онкологической помощи. Он расположен на базе областной больницы, более привычно, что все знают, что МДЦ раньше были, ну а сейчас КДЦ называется, там более уточняющие сделают диагностику, могут сделать дерматоскопии специальные приборы, если необходимо, то направят онкодиспансер уже на биопсию и выбор уже специального лечения через консилиум врачей онкодиспансера. Вот такой этап, такие маршруты. Жители области могут обратиться в САОП, который есть в Мончегорске и в Кировске. Также могут обратиться в первичный онкологический кабинет. Во всех районах есть районкологи, за исключением совместитель только в Североморске. У остальных все на сегодняшний момент есть онкологи. Если же не получается, что к чему, участковый врач могут направить и онкодиспансер. Мы являемся дублирующей организацией и в случае невозможности провести это исследование на местах, мы проводим у себя поликлиники онкодиспансера. Такой момент, многие люди, получая известие о том, что у них онкозаболевание, они практически уже чуть ли не хоронить себя начинают, что все, я не вылечусь. Насколько, так сказать, это правдиво? Или все-таки сейчас медицина шагнула вперед и велик риск, шанс точнее, именно победить эту болезнь? Ну, вы знаете, конечно, от развития, будем так говорить, что одной клетки онкологического процесса, когда происходит под воздействием различных стрессовых ситуаций, гормонов, либо сопутствующих заболеваний, идет период удвоения клетки, то есть инициация начинается и потом начинается разрастание клетки. До определяемого инструментального локуса, который опухоль, до сантиметра, в некоторых случаях полусантиметра, проходит от 2 до 15 лет. Конечно, все бы направленные исследования сейчас, вот найти вот этот путь, еще до клинически определяемых значимых проявлений онкопроцесса и лечения тогда лучше. На сегодняшний день констатация такова, что чем раньше выявлен онкологический процесс, а он делится развитие на 4 стадии, 1-2 стадия, и менее затратно, и менее травмирующие операции для пациентов, и, соответственно, лучший прогноз по выживанию. Мы имеем статистику, у нас ведется учет каждого пациента, и индексы отслеживания, как проходит лечение и прогнозы, есть такое понятие, как 5-летняя выживаемость и 10-летняя выживаемость. На круг 5-летняя выживаемость для ранних стадий развития онкологического процесса, она равна около 82%. А вот уже в запущенных случаях, это 4-я стадия заболевания, и 3-я стадия для визуальных локализаций, там, соответственно, 5-летняя выживаемость превышает чуть-чуть больше половины. Давайте разберем, какие методы лечения есть. Да, расскажите поподробнее. Да, чтобы было понятно. В основном это хирургический метод лечения, когда убирается сама опухоль, и окружающие лимфоузлы по показаниям. То есть локорегиональный блок убирается. Хирургический метод лечения, лекарственная терапия, она включает химиотерапию, как в монорежиме, то есть использование одного препарата, так и полихимиотерапии, то есть несколько препаратов в различные комбинации. Сюда же входит гормонотерапия, определенные гормоны применяются, и сюда входит и иммунотерапия. То есть в последнее время очень мы получаем современные препараты с хорошим эффектом. Да, вот именно и тренд сейчас пошел в онкологии, применение больше иммунотерапии. Это что такое? Давайте о трендах. Ну, это, будем так говорить, воздействие на иммунитет человека, подъем защитных сил, ну и за счет того, уже идет контроль над заболеванием. Вообще в организме человека каждый день миллионно появляется чужеродных клеток. Вот за счет иммунитета, иммунитета, он держит под контролем. Если чужеродная клетка не проходит, так сказать, фейс-контроль, она уничтожается организмом, включается механизм апоптоза, то есть разрушается. И вот когда теряется вот эта связь, вот эти клетки по каким-то причинам уходят от иммунного контроля, вот они идут, потом идет развитие онкологического процесса. А эти препараты вот и способствуют тому, что более четко, более прослеживается вот эта вот контрольная функция организма. Слушайте, а онкозаболевание вообще кажется, как будто бы у каждого органа, да, может быть? Это действительно так? Да, абсолютно верно. Вот каждый орган может быть иметь онкологический процесс. Мы еще, давайте закончим, корица. Мы только лекарственную терапию рассказали. Вот. А я бы хотел еще продолжить, что у нас самый современный парк еще для проведения так называемой, чтобы всем было понятно лучевой терапии, но за счет не лучевой у нас стоят ускорители, самые последние. И что еще у нас есть отечественные, вернее, есть аппарат, это совмещение лучевой терапии, например, с гипертермией, вот, либо сочетание с химиопрепаратами, как моно, так и полирежиме. Вот. И эти проценты, вот, сочетание нескольких методов воздействия на опухоль, этот процент с каждым годом увеличивается. К тому же, в последнее время мы применяем длительную химиотерапию, чтобы можно было постоянно, специально есть аппараты, помпы, то есть мы можем в действительной микродозе вводить препараты в течение 24, 48 или 72 часов. Это способствует тому, что меньшее токсическое воздействие на организм, но клеточный режим контроля усиливается. И к тому же используем последнее время, и это мы уже получили в течение 10 лет препараты, так называемой таргетной терапии. То есть, чтобы разрушить онкологическую клетку, нужно забраться в ядро клетки химиопрепаратом. Но на ядре стоят определенные вороты, где может пройти химиопрепарат. Но он закрыт определенные заглушки, будем так говорить. Так вот, эти вот препараты, это на таком, я бытовом уровне говорю, вот эти вот препараты снимают эти заглушки, и химиопрепараты проникают уже в клетку и разрушают онкологическую патологию, то есть, берут под контроль. В этом суть вот этого процесса. То есть, в Мурманской области на сегодняшний день для лечения имеются все абсолютно возможности. Скажите, пожалуйста, вот у нас на Севере, какие виды рака, назовем это все-таки раками, да, попроще, наиболее развитые, ну, чаще встречаются? И есть ли различия между раком у мужчины и женщин, что добывает чаще? Да, несомненно. В 2022 году 3770 новых случаев выявлено злокачественных образований в Мурманской области. Это выше на 40 случаев по сравнению с 2022 годом. К сожалению, в Мурманской области, в связи с тем, что идет старение населения, а онкопроцессы – это больше процесс пожилых людей, вот эта тенденция к нарастанию в абсолютных цифрах процессов, она прослеживается, и за последние 20 лет она неизменно все уходит. Заболеваемость на 100 тысяч населения как грубый показатель, так и стандартизованный, это более с учетом полувозрастного периода, они выше в Мурманской области по сравнению со средним показателем в Российской Федерации. Мы живем, как говорится, не в самых благоприятных климатических условиях. Есть определенные моменты и влияние градообразующих предприятий, ну и различные другие моменты. Мы к этому знаем и уделяем внимание. На первом месте у женщин патология выходит молочной железы, почти 23%, ну грубо говоря, 1,5 всех злокачественных, но образование почти 1,5, чуть больше. Вот это патология молочной железы. У мужчин на первое место выходит рак легкого. На втором – предстательная железа. Если брать по аранжиру смертности, то на первом месте по области все-таки выходит рак легкого. Но не нужно забывать, что за последнее время смертность от злокачественных на образовании желудочно-кишечного тракта, а это пищевод, желудок, толстая кишка, прямая кишка, вот здесь выходит на первое место. Вот совокупность этого. Все это мы имеем, знаем, анализируем. Отсюда и строятся планы противораковой нашей политики и нашей борьбы. А лечение онкозаболевания все-таки проходит в стенах больницы или на дому в том числе? Человеку обязательно находиться в медучреждении? Значит, хочу расставить акценты, чтобы все понимали, что лечение онкологического больного это очень сложный процесс, поэтому производится за подписью обязательно как минимум трех врачей. То есть проводится консилиум мультидисциплинарный и обязательно должна стоять подпись онколога, радиотерапевта и химиотерапевта, ну и председателя врачебного консилиума. При необходимости приглашаются и другие специалисты, то есть без проведения консилиума ни один пациент с онкологической патологией не должен лечиться, и он не лечится. Да, лечение может быть в трех измерениях. Это стационар круглосуточного пребывания, когда действительно человек находится на койке в стационаре. У нас есть стационар дневного пребывания, когда человек приходит, получает лечение и уходит домой, и так называемое мы можем за счет регионарного финансирования, которое в области очень неплохо представлено, человек может получать лекарственные препараты и дома, то есть выписываться по рецепту, он получает и принимает. Вот три этапа, которые могут проходить. У некоторых людей по-прежнему мысль в голове, что здесь от рака полностью вылечить не могут, и нужно ехать в другие города, страны, на другие планеты. Вот развеите миф, можно ли полностью пройти лечение именно в Мурманской области? Более 95% жителей Мурманской области получают здесь у нас. Раньше многие уезжали, сейчас не в дружественную нашу страну, в Германию, проходили там лечение, но потом выписывались, и дальнейшее наблюдение было у нас. Лечение ничем не отличалось. Те же самые лекарственные препараты, те же самые фирмы, которые их выпускают, и использование наших отечественных препаратов, и сейчас у них, и в то время они это использовали. То есть на сегодняшний день такой необходимости ехать куда-то далеко нет. Другое дело, что федеральный центр, это наш куратор непосредственно МНИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова, Санкт-Петербург, есть 20 нозологий, которые мы обязательно должны с ними консультироваться. Это редкие патологии, ну, негермиогенные опухоли и так далее, вот семеномы, ну, 20 нозологий, мы обязательно должны с ними консультироваться. Далее, если необходимость такая встречается, и какой-то непонятный случай, мы можем по телемедицине связаться, опять же, с федеральным центром. Не обязательно, это может быть даже Институт Петрова, мы можем и с Институтом Герцена Москва онкологии, и с онкоцентром онкологии имени Николая Николаевича Блохина, вот город Москва. В течение трех дней мы получаем уже ответ по телемедицине. И в данной ситуации проводим лечение, и опять же, консультируемся, как идут этапы развития онкологического процесса, какие-то сдвиги, то есть они уже берут на аккурацию, и нам подсказывают, ну, как дальше нам вести. В основном, это редко встречаемые, такие очень агрессивно протекающие опухоли. Либо они берут у нас на клинические проведения, клинические апробации препаратов. Мы обычный диспансер, и можем лечить только теми схемами, которые утверждены в Министерстве здравоохранения. То есть определенно есть стандарты, определенные есть программы, и нас же отслеживают и страховые компании, и территориальный фонд медицинский. А то, что, например, могут взять на экспериментальную химиотерапию при согласии пациентов, да, мы отправляем в онкоцентр. Направление мы даем каждый день, если желая даже проконсультироваться. Второе мнение – получить на очную консультацию. Пожалуйста, даем направление. Это форум 057-му, и наши жители Кольска-Заполярье поедут и в Москву, и в Питер. Потом они приезжают, показывают нам результаты обследования, рекомендации, и мы дальше с ними работаем. Есть система так называемая канцер-регистр. Все, кто состоит на учете, они отслеживаются, что проводится, как проводятся, какие динамики. И так называемые есть клинические группы, разбиты все пациенты, которые подлежат лечению, которые прошли лечение. Третья клиническая группа – это практически здорово. Вот здесь уже идет, вот у нас не диспансеризация, а диспансерное наблюдение. Там определенный ритм, когда нужно вызывать этих пациентов, с ними работать, и не пропустить развитие, дальнейшее прогрессирование заболевания. То есть, конечно, лучше всего лечить, вот мы немножко коснулись развития процесса, это рак инситу, который еще не прошел базальную мембрану, то есть рак на месте, он переводится, самое такое развитие. Потом инвазивный рак, когда вот инвазия, я уже рассказывал, он прорывается, барьер и уходит по организму, вот по сосудам, лимфа, либо крови, как говорится, сосудам, вот, и метастатический рак. То есть, эти пути развития все равно онкологический процесс проходит. Так вот, метастатический, чтобы нам не пропустить, и его, опять же, обнаружить на ранних стадиях, вот и идет к рецидиспансерному наблюдению. Что ж, Александр Владимирович, спасибо вам за интересную и познавательную беседу. Но время программы подошло к концу, и мы с вами прощаемся. Жители Мурманской области, желаю здоровья. Вы смотрели программу «Медпросвет». С вами была Кристина Харатова и в гостях у меня сегодня Александр Давиденков, главный внештатный онколог Минздрава Мурманской области и заместитель главного врача Мурманского областного онкодиспансера. До свидания и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова